Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию в Украине. Противник несет значительные потери. 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригадой Вооруженной силы Украины с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан». Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшиеся в районе населенных пунктов Горская, Подлесная, Врубовка, Луганской Народной Республики, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции. В районе Николаевки Донецкой Народной Республики в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуировано до 30 раненых и 8 убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделения Вооруженных сил России. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожена. 5 складов боеприпасов Вооруженных сил Украины в районах Сидорова, Верхняя Каменка ДНР и Мирополия Сумской области. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М-1» в районе Курахово ДНР, а также Живая Сила и Военная Техника в 151 районе. Ракетными войсками артиллерии поражены 253 района с озреточением Живой Силы и Военной Техники Вооруженных сил Украины, а также 6 складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная долина, Лоскутовка и Подлесная Луганская Народная Республика. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техникой Вооруженных сил Украины. В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кадема, Дзержинск, Калиново, Заряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также 10 взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная долина Николаевской области, Спартак, Подгорная, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольская ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки производства США. Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машин, а также 27 специальных автомобилей. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Бармашова Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолова Днепропетровской области. Также сбиты 16 украинских беспилотно-гитательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие проходы Малая Камышеваха, Новодмитровская, Веселая, Беляевка, Брашковка, Червоная, Долгенькая, Сулиговка, Ясиноватая и Остров Змеиный. Кроме этого, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Пашкова Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах Остров Змеиный, Ясиноватая Донецкая Народная Республика, Новоселовка Луганской Народной Республики и Сулиговка Харьковской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники.